Эй, бэйбс! Всем привет, с вами Дарья Эдрей и мы продолжаем играть в Wolfenstein 2. Я надеюсь, сегодня будет все-таки финальная наша серия, потому что я на это рассчитываю, записывая данную игру в формате видео, а не выпуская ее на стрим. Говорят, что это должно произойти быстро, потому что мы с моей командой уже отправились для того, чтобы замочить всех фрицев в этой сраной игре. Мы провернем революцию, мы сделаем все по масте, мы сделаем все красиво. Я более чем уверена, не знаю, как они, я за них не отвечаю, но за себя я уверена. Прошу, не убивай. Что я хотел? Вы чуете генералу? Это ваша погибель. Что, ты хочешь, чтобы я его замочила топориком? Картонная иллюзия? Вы что, гоните, что ли? Подожди. Вот у меня цель. Я, скорее всего, должна... Хоп, нет? Хоп? Хоп, я сказала, что, хопы не работают? Так, мне как-то туда и не пройти. Что? У меня даже слов нет. Что они от меня хотят? Может быть, здесь? Вы слишком добры. А толку в этом? Толку в этом ноль. Что я как этот? Что я как дебил? Может быть, я здесь могу пройти? О, да. Если я могу здесь что-то подобрать, значит, я здесь могу пройти, наверное. Вот. Ну? А, типа мы из приседа не можем нажимать кнопку, да? Это не для... Мы спасены. Вот. Жуткий билет был величайшей угрозой для наших граждан. И как они не слышат, как поднимается ли... Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Достаточно хорошую точку, да? Если среди вас скрываются демоны, мы найдем их и уничтожим! Вот цель! Вот она цель! Мы идем убивать! Прям вниз, прям к ней! Ну! Мать! Я просто издалека пошла Выбросить этот топор! Леди! Это все, что ты можешь? Тогда вам точно кончится! Ты теперь среди волков! И это наш раз! О, черт жуткий Билли! У меня сейчас есть такое ощущение, что голос запаздывает! Что? Наливаете брюхо? Сосисками? Бессмысленно пялись в фашистский ящик! Ржете! Слушая вранье, которым они вас кормят! Ржете даблевоты! Этому конец! Да, сегодня всему конец! Братья и сестры! Братья и сестры Соединенных Штатов Америки! Сегодня мы, вольные бойцы сопротивления, говорим, стань одним из нас! Они врут! Они врут! Они врут! Они запугивают! Они пытают! Они убивают! Они заставляют вас подчиняться! Это убийцы! Они... Они даже... Они даже в мозг к вам влезли! Но если сегодня... Вы вместе... Скажете им правду! Да! Значит, вы с нами! Верно! Если сегодня вы сможете выйти на улицу с ножом? Или камнем? Или просто со стиснутыми кулаками против них? Значит, вы один из нас! Если сегодня, взглянув на свои руки, вы увидите, что они залиты кровью агрессоров! Вы! Вы один из нас! Да! Если сегодня вы возьмете на руки ребенка и поклянетесь, что он вырастет свободным, то вы одни из нас! Вы не забыли? Они принесли эту войну на наш континент! Да, сестра! Невозможно, это, конечно... Они захватили нас! Они убивали! Они казнили нас! Но знаете что? Сегодня? Сегодня? Они, наконец, осознают, на какую страну залупнулись! Братья и сестры Соединенных Штатов Америки! Мы выступим вместе! Никто и ничто не посмеет отнять нашу Родину у нас! Сегодня? Пусть сдохнут! Сегодня? Ты! Один из нас! Да! Да! Есть огромный рассинхрон в конечной заставке! Я не понимаю, с чем это связано! Заранее прошу прощения, это зависит от моего компьютера! Но я второй раз, действительно, ее переписываю для того, чтобы убедиться в том, что, может быть, как бы первый раз что-то залагал! Нет! Так вот оно и идет! Может быть, это и есть такая проблема! У меня, правда, в Ольферсайне постоянно ошибка выдается, что у меня якобы драйвера, а не новые на видеокарте! Но, уверяю вас, у меня все хорошо с драйверами и нет! Даже не знаю, что сказать вам здесь лучше! К сожалению, получается так! Мы смотрим сейчас конечную заставку, которую, наверное, не очень хорошо смотреть, потому что... Потому что ее можно пропустить и из-за музыки! Я думаю, никому из вас не хочется долго смотреть на всяких авторов, режиссеров и сценаристов этого действия! Но... Посмотрим хотя бы заставочку! Заставка идет без запоздания звука! Буаплотка Буаплотка Так, Блазковец! Пока ребята там раздают люлей и занимаются революцией! Мы с тобой почистим кое-какие хвосты, устранив оставшихся обер-офицеров! Садись-ка за машину Энигма, разверни военную карту и вперед! Я буду на связи! Давай расчистим путь для наших ребят! А? В смысле? Я думала, я думала, это, я шеплююсь. Готов к работе, Бласковец? Нет. Вводи свои коды в машину Энигма и берись за дело. Я думала, мы закончили. Это типа доп-задание или что? Это просто доп-задание, которое нужно найти? А где Энигма? Энигма, Энигма. Это ты? Где Энигма? А, у меня же ТАП, да? На ТАП, на G, на G, я помню. 29 метров. Ага, я поняла. Я понимаю примерно, что ты куда меня посылаешь. Привет, мистер, а? Когда мы покидали Манхэттен, я тупая овца оставила там коробку кассет с секретными данными. Не, только не говори, что вы мне сейчас будете задавать все вот эти замечательные доп-задания. Я не совсем согласна. 13, 28. А, то есть остались только доп-задания, которые, естественно, мы здесь выполнять не будем. Хотя, неужели это конец? Ну, не знаю. Нужно, наверное, все-таки сесть за Энигму. Только где Энигма? Это тоже вопрос. Я, наверное, вырежу, как только. Сяду за Энигму. Не, я просто нереально не знаю, где она. Ну, как бы, может быть, я не понимаю из-за того, что мы так давно уже не играли. Может быть, здесь? Нет. А может быть, здесь? Машина Энигма. Точно, 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 точно. Смотри. Нажмите оп, чтобы просмотреть обучение. Конечно, мы посмотрим обучение. Так, основные. Молот Ева. Неужели это конец? А что такое молот Ева? Ну, это просто продолжение, да? То есть, мы научились вычитать координаты нацистских оберкомандокомендантов с помощью машины Энигма. Пора устроить на них охоту. Точно, это те коды, которые, собственно, мы подбирали постоянно. Я услышал, что Зигрон починила машину Энигмы. Нужно сходить туда и испытать ее в действии. По идее, я смогу с ними помощью находить важных нацистских шишек оберкомендантов. Отлично. Так, побочная нам не нужна. Я понимаю, что задание заданием. Как-как-как-как ей управлять? Как-как-как-как это? У нас, как бы, ничего такого-то и нет тут. Клады. Так, значит. Этот чувак у нас просто так, да? Разблокирован. Ну, давайте его расшифруем. Где он находится, да? Да, и... Что я расшифровал? Ну? А, то есть, в принципе, всех пооткрывать нужно? А мне хватит? Мне кажется, мне не хватит. Ну, что, начнем с самого, типа, начала? Что? 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 Что за... Что за пиписька? На 0,1. Что? 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 Что-то мне подсказывает, что понятно. Что мы сейчас будем расшифровывать все это долго и мучительно. Ладно. Быстро. Четверчик, четверчик, четверчик. Где четверчик? Мне нужно подобрать то же самое. Так же понимаю? Да я же не могу это сделать. Вот четверчик. Блин, я так не успеваю. Оно так не листается так быстро. Я просто хочу действительно попробовать, но это не очень легко. Оно так быстро не листается, как я хочу. Мне нужно... Вот. И как я листаю-то вообще? Вот. И теперь вниз мне нужно. В смысле? У-у-у-у, детка. Короче, понятно. Это такие доп-задания, это веселье. Такое веселье. Давай посмотрим, что у нас тут дано. Не совсем, правда, понятно, что это за веселье такое у нас. Вот. Оно же так. А, первое типа угадали. Первое есть. А второе? Короче, я не понимаю, как это играется. Я понимаю, что это доп-задание. В общем, доп-задание мы посмотрели. Все это доп-задание, которое, в принципе, не несутся себе никакой, конечно же, важности. Не влияет никак на основную часть игры. Нам просто еще дает время здесь побегать, поиграть. Потому что игра стоит свои... Ну, как раз стоит своих денег. Игра стоит немало, я так скажу. Поэтому нам еще дают здесь время побегать. В принципе, мы достаточно... Ну, достаточно быстрое прохождение. Для меня... Что... Вот я хочу сказать вам по поводу вообще, в принципе, игры. Да? То есть я должна выразить свое какое-то мнение. Для меня игра показалась однотипной. А, не знаю, ну, для прохождения она для меня слишком, наверное, оказалась скучноватой. Потому что не хватало. Тут очень много экшена. Тут есть экшен. Тут есть действительно какие-то крутые идеи сценаристов. То есть, я не знаю, там... Когда беременная женщина разрывает себе, там, у нее разрывается... У нее все в крови стоит, из автоматов палит. Это зрелищно. То есть здесь есть зрелище. Но этого зрелища не всегда хватало. В обычном, как вы... Помните, в обычных сценах перехода между боевыми действиями, когда наша команда собиралась здесь. Собственно, я бывала... Даже скучала, потому что мне было... Мне не хватало динамичности в диалогах. Мне не хватало, не знаю, какого-то экшена даже в диалогах. Потому что, когда они даже готовились к заданию, почему-то для меня это было как цуха. И я не знаю, с чем это связано, я вам честно скажу. Может быть, это просто отдельные голоса, как бы, постоянно говорящие. И не хватало какого-то наполнения внутри этой сцены. Мне постоянно не хотелось... Я постоянно не хотелось... Я была невнимательна к тому, что происходило. Я знала, что даже... Несмотря на то, что они скажут, я знала, что я выйду и начну просто стрелять. И... Так получилось. Может быть, я схожу еще разок в тир пострелять. Вот. И как бы, да. Всю игру мы стреляли, стреляли, стреляли. И ты просто ходишь, стреляешь, ходишь, стреляешь. Но... Ничего... Нету-нету никакой-то общей цепочки. Можно спокойно здесь потеряться. Потому что... Когда показывается цель, куда нужно идти, ты хочешь помочь тебе, ты не понимаешь, где здесь выход. Потому что ничто так особо не выделяется. И цель бывает, я уже говорила, что это очень неудобно. То есть ты видишь вот эту маленькую стрелочку, а я ее иногда не вижу. У меня еще есть кое-какие дела. Это очень неудобно. У тебя нету больше дела, поверь мне. Это дела совершенно неинтересные. Мы сделали свою задачу, мы сделали свое дело. Это явный намек на продолжение, на третью часть. Но DLC мы проходить к этой игре не будем. Только потому что действительно мне неинтересно. Мы с удовольствием погоняли, постреляли. Это доставляет какую-то, ну, какую-то разрядку, какое-то удовольствие. Но я думаю, продолжать это мы не будем. Игра получилась достаточно насыщенной, но в то же время для меня может быть пустой. Чего-то не хватало, не хватало динамики, не хватало разнообразия в боевых действиях. Наверное, несмотря на то, что это есть какая-то смена локации, машины и так далее. Они все говорят. Но мне не хватало чего-то особенного в этой игре. В этой игре, по моему мнению, нет какой-то определенной... Есть особенность, она особенно по-своему, но мне чего-то все равно не дохватило. Вот. Может быть, вам, конечно, мое мнение не понравится, и вы считаете, что это лучшая игра года. Ваше право. Я, может быть, предпочитаю просто другие игры, но спасибо, что смотрели эту игру со мной. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем до следующего видео, ребятки. Всем пока.